Первое царство, двадцать девятая глава. Авид, раб Саула, царя Израильского, он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. И вознегодовали на него князья филистимские и сказали ему, отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как ни головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? И призвал Анхус Давида и сказал ему, жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мной в ополчении, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских. Но Давид сказал Анхусу, что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим до сего дня. Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя? И отвечал Анхус Давиду, будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий. Но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите. И встал Давид, сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую, а филистимляне пошли на войну в Израиль.